Большевики отменили частную собственность на недвижимость в 1918 году. Народные массы заселили в квартиры, конфискованные у буржуазии, и превратили их в густонаселенные коммуналки. В тесноте сложилась архаическая общинная жизнь. Держались вместе, чтобы выжить. Общинные формы жизни большевики сочли коллективными. Жилье давали бесплатно, но его катастрофически не хватало. Социальная справедливость обернулась социальной катастрофой. В 20-е годы нехватка жилья в городах стала острейшей проблемой. Строить надо было очень быстро и дешево, отвечая на новый социальный заказ. Архитектор, проектируя жилье, теперь ориентировался не на семью, как раньше, а на большой и дружный коллектив трудящихся. Он становился идеологом и социологом одновременно. Буржуазное прошлое оставило новой власти сильную национальную школу образованных и талантливых архитекторов. Они были просто необходимы для решения важнейшей проблемы – разработки новых типов жилья. Целью для нас, конструктивистов, является не выполнение заказа, а совместная работа с пролетариатом над заданием строительства новой жизни, нового быта. Моисей Гинсбург – архитектор. Он родился в 1892 году в семье архитектора, учился в Италии. Гинсбург – практик, идеолог и теоретик конструктивизма, передового направления в архитектуре, утверждавшего демократические идеалы простоты и конструктивной целесообразности организации пространства. Его современник, народный комиссар финансов Николай Милютин, помимо основной деятельности, писал книги и статьи о том, какими должны быть новые социалистические города. В советское время он даже закончил архитектурный институт. Проектировать дом для сотрудников народного комиссариата финансов Милютин пригласил Моисея Гинсбурга, которого считал крупнейшим архитектором своего времени. Как можно больше света, воздуха, веселой радости, простоты – вот конкурсное задание современному архитектору. Николай Милютин, народный комиссар финансов. Дом Наркомфина Моисей Гинсбург проектировал как образцовый дом нового быта, и образ для него был придуман романтический – белый корабль с красными трубами на крыше. Шестиэтажный жилой корпус, вмещавший 50 квартир, соединен проходом мостом с бытовым. Здесь находились общественная кухня-столовая, библиотека и детский сад. Длинные коридоры на втором и шестом этажах были как палубы, куда выходили из своих квартир, кают, жители для прогулок и общения. На плоской крыше был солярий, откуда открывался панорамный вид на город. В домах-коммунах решалась до сих пор актуальная задача. Как сделать жилье максимально дешевым и одновременно качественным? Как оптимизировать средства и усилия? При возведении дома Наркомфина были использованы передовые по тем временам методы строительства. Например, дом монтировался из стандартных шлакоблоков, которые впервые изготовлялись прямо на стройке. Как мы строим сегодня, это все создается в 20-е годы. Идея двухэтажных квартир в Мезонет, она родилась здесь, в Москве и в России, и в ахитектурном мире, и вообще в истории строительства. Это очень важный момент, и этим можно гордиться. И уже поэтому нужно сохранить этот дом. Как ни удивительно, именно крохотные квартиры, всего 31 квадратный метр, спроектированные как единое пространство в двух уровнях, без перегородок и с малюсенькими нишами вместо кухонь, прославили дом Наркомфина. Они отвечали на вопрос, на каком минимуме площади может жить человек. Они стали образцовыми примерами рациональной организации пространства. Генсбург называл их ячейками типа F. Маленькое пространство кажется значительнее за счет двойной высоты общей комнаты и выхода в галерею-куридор. Понижение высоты по вспомогательной части квартиры позволяло остроумно скомбинировать ячейки типа F в структуре дома. Между двумя поставленными друг на друга ячейками втискивался сквозной коридор высотой 2,25. В доме всего 32 такие ячейки. Одни предназначались для одиночек и молодоженов, но никак не для проживания полноценных семей с детьми. Для больших семей был разработан тип К. Таких ячеек в доме всего 8. С общей комнатой, двумя спальнями, передней кухней, ванной и уборной. В действительности квартиры этого типа использовались как общежитие. В доме оптимально продумано освещение. Потоки света через большие стеклянные плоскости в коридорах и ячейках, ориентированных на две стороны, создают ощущение открытости и масштабной сразмерности. Здесь очень открытое, раздетое состояние испытывает психика вот за счет большой площади остекления. И психика, она закаляется в этих пространствах. В других традиционных планировках лично мне сразу хочется спать. А здесь это как-то бодрит. Главное достижение Гинсбурга в том, что его типовые ячейки ничего общего не имели с примитивными малометражками той же площади. Архитектор тщательно анализировал различные варианты расстановки мебели с учетом графика перемещения по квартире, проектировал встроенное оборудование, борясь за каждый квадратный сантиметр. 25 лет назад сын Моисея Гинсбурга, архитектор Владимир Гинсбург, начал разработку проекта научной реставрации дома Наркомфина. Но инвестора для этого проекта найти не смог. Дело своего отца продолжил архитектор Алексей Гинсбург. Возвращение оригинального облика дома – цель этого проекта. Взяли бы реставрация, при которой бы ничего не добавлялось к дому. Но поскольку в какие-то периоды появлялись различные организации, готовые инвестировать деньги в реставрацию, некоторые из них говорили, что мы готовы сделать все, полностью отреставрировать дом, но без лифта это никак невозможно. И я тогда сказал, что пусть меня прокляет архитектурная общественность, но мы этот лифт добавим, если это будет единственным серьезным условием для того, чтобы начать процесс реставрации. Ведь есть версии и такие, что дом может быть лучше снести и построить точную копию. Естественно, что мы категорически против этого. Восстановление замысла автора мы считаем правильным. Конечно, задача это сделать не музей из него, а задача сделать из него работающую такую же живую систему, как это было. И вот я не вижу проблем в реализации этого абсолютно никаких. Дом уже сейчас в таком состоянии, что действительно могут быть необратимые изменения. Как иногда кажется, может быть, просто ждут, что дом попадет, и что-то на его месте можно будет другое делать. Во всяком случае, без поддержки муниципальной или федеральной власти серьезно тут ничего не удастся. И вот последние 10-15 лет они это лишний раз показывают. Дом-корабль очень долго был на плаву. Сегодня он под угрозой гибели не только из-за износа конструкции, но главным образом из-за общественного равнодушия и непонимания. Официальный статус дома Наркомфина определен как памятник местного значения, подразумевающий самую низкую степень защиты.